Как отмечает издание Зеркало, несмотря на официальную позицию России, что Карабах является международно признанной территорией Азербайджана, армянское представительство Российского Федерального Международного Информационного Агентства России сегодня, спутник Армения, продолжает выступать главным рупором анти-азербайджанской пропаганды. В очередной раз они взяли интервью у главы медсепаратистского режима в Карабахе Давида Бабаяна. Российское СМИ берет интервью у карабахского сепаратиста и при этом, в отличие от других новостных изданий России, не указывает, что этот марионеточный режим является непризнанным государственным образованием. Складывается мнение, что спутник Армения является армянским СМИ, но с одной разницей, деятельность издания оплачивается из госбюджета России. Провокационная деятельность спутник Армения вызывает большие сомнения у азербайджанских читателей касательно того, что Россия выступает в качестве третейского судьи в урегулировании Нагорно-Карабахского конфликта. Анти-азербайджанская и анти-турецкая пропаганда посредством спутник Армения с молчаливого согласия Кремля наносит урон отношения России с Азербайджаном и Турцией. Высказывание Бабаяна противоречит духу трехстороннего заявления руководителей Азербайджана, России и Армении, особенно в свете его слов о том, что для Степанакерта не существует понятия «общественное объединение азербайджанской общины Карабаха». В свое время карабахские сепаратисты при поддержке Армении провели этнические чистки, учинили хаджалинский геноцид и массово изгнали проживающих в Карабахе и сопредельных районах азербайджанцев. Деньги российских налогоплательщиков направлены на деятельность спутник Армения, которые своей деятельностью нагнетают антироссийские настроения в Азербайджане и Турции. С учетом роста антироссийских настроений в Армении, это издание могло бы направить свои усилия на снижение негативного отношения к Москве в своей стране, но вместо этого вбивает клин в российско-азербайджанские и российско-турецкие связи. Что же до самого Бабаяна, ему не мешало бы прокомментировать недавний доклад Госдепа США, в котором открытым текстом подчеркнуто, что Армения причастна к агрессии и оккупации территорий Азербайджана. Это будет гораздо интереснее, чем пытаться винить Азербайджан и Турцию во всех бедах армян.